ну что привет интернет в 2017 году это первое будет интервью и вот знаете знаковым наверное является то что она вот у нас во первых то что мы находимся в ангельс кафе или баев привет мы сделали это во вторых ну вот правда как-то все чудом в двух словах вот того сегодняшний гости я вообще ничего не знаю это девушка из просторов интернета как получилось мои друзья дедара написала пост вот вот почему у меня никто не берет интервью да вот примерно так же да было да да вот человек сидел там где-то ночью я не знаю там или днем и между прочим я тоже самое в свое время было мне то но это наверно у каждого человека чтобы кто-то пришел и вообще спросил ты как вообще о чем ты думаешь даже так здорово и мои друзья скрин скинули мне скрин ну вот этого вашего поста и ведь не рушь сделай ну чё человек мечтает о каких-то там тривиальных вообще мечтах хотя я не думаю что это тривиальный и вот мы сегодня здесь омега на сейфу лина ангел ангелс кафе нам не платят за рекламу но мы рассказываем эту дислокацию потому что ну не знаю мне нравится вот на вот этот павильончик который перед мере находится он хорошего мне нравится и так вот у нас сегодня замечательная девушка о которой мы ничего не знаем но сейчас мы все узнаем первый вопрос а что вы зачем вы вот хоть их хотели высказаться то есть знать как алла борисовна пугачева говорила что ну если есть что сказать так надо говорить чего молчали столько столько лет нет я об этом не молчала я об этом с детства говорила об этом о чем о том что я вообще в детстве хотела стать журналистом то да но так получилось что я поступила совсем не по специальности ну да я поступила в казгу на специальность биотехнология у почему потому что он был самым интересным в то время и мне казалось что я могу что-то сотворить что-то изменить или где что-то произвести вы из такой породы пламенных революционеров то есть вы хотели мир до перевернуть были такие мысли ну и как подождите но при поступлении когда я уже поступила когда я уже почувствовал вкус всего этого я поняла абсолютно то что это не мое но как отличник я старалась учиться читать лучшего чего-то вы чтобы кому-то неважно кому доказать может себе что я отличники я закончила она отлично вы сказали диплом с красным дипломом пять лет проучилась какая молодец но после этого меня пригласили в институт имени от кожи на на хорошую должность это что он про что этот институт я мы я защищала диплом о том что есть у нас старта пшениц казахстане это вот наоборот которую до аграрный да вот нет я в казгу обучалась у нас прямо на тимириазио-байзакова не было институт физиологии растений и мы там проводили множество лаборатории где я там участвовала то есть я после университета после учебы то есть вернее после обеда туда ходила специально с учеными готовила какие-то эксперименты и тому подобное можно я быстро спрошу у вас у нас вот как вы считаете вот вы же ходили к ученым куда-то вот у нас сейчас ученые в казахстане есть как вы думаете конечно да очень даже мне их вот очень много но просто мы о них не слышим мы слышим там об акимах там слышим там я не знаю там о всем чем угодно о дональде трампе мы слышим там мы слышим ну вот все знают о чем мы слышим понимаете там о каких чернухи всякой кучу мы слушать о чем это ученых наших ничего не слышу вот расскажите ну я не знаю почему не слышим но когда я там сама работала с ними то есть я очень восхищалась ими они были может где-то у нас казахстане незаметны но в основном с кем я работала то есть с кем не сотрудничала они в основном работали в японии и очень даже хорошо я всегда почему-то думала что ученые наши 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 страны наши казахи в японии работали конечно очень много и еще скажу так что когда я на третьем или не помню на четвертом курсе к нам приезжали из франции ученые и специалисты компании фудмастер куда и они предлагали наших то есть нам какие-то проекты как от которых много из наших не отказывались и прям специально у нас отбор был и я про проходила два тура на третьем они меня не пригласили по той причине что ну они объяснили то что у меня нет языка французского хотя изначально об этом не говорилось и после этого у меня как-то и интерес пропал и почему-то мне казалось что в то время самой главной целью у меня было бы вверх конечно что-то там не изменить в казахстане то есть касательно там продуктов вы патриот да но вторая цель конечно было чтобы зарабатывать очень хорошо а вот кстати поехать за границей пользуясь случаем спрошу а сколько я что-то мне не думается что у нас ученые много зарабатывают если у них есть крупные проекты которые спонсируются нашими бизнесменами может быть или или нашим государством то они получают очень хорошо скажу так это естественно конечно если ученый или там работники или специалисты он как бы ну хорошие ну как бы специалисты в своем получается получается ему финансирование нужно какое-то под его проекты и тогда у него все хорошо становится ну собственно это и всю жизнь так было надо всегда так было то есть и скажу так когда мне предложили я отказалась несмотря ни на что потому что мне прям приходил учитель пахе по биохимии говори вот дар вот мы тебе даже нашли работу когда другие студенты могли найти они то есть не знали после окончания университета куда пойти то есть у меня такая возможность была но во первых тогда я чуть заболела то есть это не совсем основной причиной было скажу так честно но почему-то мне казалось что я этого вообще не хочу то есть у меня просто не получите я могу как это внутри да это было внутри то есть если мне скажут вот это про честь вот это защите вы вообще вот этим внутренним голосом вы часто их слышите я слышу и бывает что очень даже очень даже благополучно ошибаюсь да то есть вам что-то подсказывает вы так делаете а потом получает что есть версия что очень часто нам внутренний голос подсказывает и туда не ходи зачем ты туда пошел а ты его не слышишь, ну, например, потому что папа с мамой там говорят тебе, ты что, Баламон, мы же, ты же... Знаете, Слава, я прям иногда мечтаю, чтобы мне кто-то что-то подсказал, и даже родители. А у меня этого не было, я всегда была самостоятельным ребенком, и порой, когда я иногда понимаю, что я где-то ошиблась, я прям внутри винию своих родителей, если честно, чтобы они где-то меня не направили или не подсказали. Такое у меня есть. То же самое с биотехнологией, я просто захотел, хотя мне все учителя говорили, иди на, не знаю, на телевидении, не знаю, постарайся, иди там, как раз была специальная связь с общественной системой. Ну, правда, а о чем вы не пошли-то? То есть, при чем здесь родители там или нет? Ну, я хотела, может, где-то отличиться или что-то, не знаю, такое предложение поступило, биотехнолог, как говорили, как раз прям, если туда пойдешь, это такая новая специальность, что будет все круто, и ты станешь там крутым человеком. Так вот, сегодня, подождите, вот можно маленькую ремарку? Вот камера, вот она вы. То есть, сегодня журналистикой заниматься еще вам совсем не поздно. Пожалуйста, если вы видите много каких-то тем интересных, если вот вас, знаете, вот прям, ну, не знаю, там, вибрирует все от того, что вы хотите поделиться с людьми, какой-то там своей правдой, или рассказать о какой-то правде людей, так, пожалуйста, вот камера. То есть, не в нас дело. То есть, сейчас, во время интернета, это вообще благословенные времена для тех людей, которые хотят высказаться. Было бы что сказать. Согласна. И вот, я ухожу, и мне в это время поступает предложение пойти в банк. То есть, это такое случайное предложение. Я беру резюме, иду, и меня приглашает в банк, центр кредит. Я иду, то есть, я живу в том крае, то есть, у меня родители там живут. Вы с Талдыкурганом, да? Да. Вы, кстати, я вам быстро расскажу, мы в каком-то смысле с вами земляки, потому что по мужской линии у меня все корни, они... То же самое. Да, они оттуда. То есть, у меня дедушка был кировским заводом под Талдыкурганом. Киров, знаете, он руководил сахарным там заводом Неруш Виктор Павлович, он всю жизнь отработал в области Талдыкурганской. Талдыкурганской, мой родной дядя, к сожалению, уже его нет с нами. То есть, у меня, получается, вся семья, это тоже Талдыкские. Так что, видите, вот я, все оно в этом мире взаимосвязано. Окей, поступили в центр кредит на работу. В центр кредит, да. Совсем не по специальности, совсем юная, совсем... Ну, надо полагать, что там нет биологического отделения. Абсолютно. То есть, у меня даже... Эркало биологическое такое, биология. Да, у меня совсем была специальность другая. То есть, я в банке абсолютно почти, практически ничего не знала. Единственное, я там оплачила квартпату и все. Кроме этого, я ничего не знала. И там вот благополучно до сих пор там работаю. До сегодняшнего дня? Да. То есть, я меняла, то есть, я уходила из банка, но обратно возвратилась в центр кредит, потому что это, не знаю, это самый мой любимый банк. Я где-то начинала все свое, скажем так, молодость. И там у меня проходила все... А вот стоит вообще, вот молодому человеку идти, вот допустим, в банк работать. Вот по моим ощущениям, я вот захожу, ну там в какой-нибудь отдел там кредитный, да. Сидит вот куча молодых людей, вот знаете, а-ля как в сонах. Во-первых, они там получают совсем немного денег, ну по крайней мере на начальных этапах, да. Они сидят обложенные кучей вот этих документов. На них там приходят, ругаются эти все там, ну вот если говорить о кредитном отделе, да, там кто там какую-то просрочку допустил, там прочее, прочее. То есть, ну реально такая стрессовая, да, там достаточно работа. И вот, ну хорошо, а какая у них карьера, в конце концов, вот этого молодого человека в банке? Это, конечно, слава, зависит от человека, от самого. Но тоже те же самые. Ну и вот с вашим огненным сердцем, вы сколько там уже, десять лет-то, наверное, горите? Ну, девять лет. Ну вот видите, я угадал, да. Понимаете, а где биология, где вот это вот патриотизм, то есть, ну а что вы там... Ну, не обязательно, ну просто душа мне не лежала на биологии. Нет, хорошо. А вот она лежала на банк, центр кредит, вот это же то место душевное-предушевное. Душевное. Я его люблю, на самом деле. Нет, он теплый банк. Нет, нет, чтоб понятно было, у меня с БЦК все хорошо, да, то есть, у меня много друзей там работает, я сам очень долго был там как-то резидентом, да. Вот, дело не в БЦК. Дело в том, что вот душа и банк, не, ну так бывает, наверное, но я... Там может меня спасать тот факт, что я работаю с клиентами. То есть, я с людьми. С людьми, я все время с ними общаюсь с утра до вечера. И скажу так, что это очень сложно, потому что один клиент приходит с плохой энергетикой, другой с каким-то вопросом непонятным, третий с хорошими намерениями и так далее. То есть, это работа, но при этом я получаю большое удовольствие. И если мне скажут перейти там в другое какое-то место, я хотя там и попробовала. Там тоже было неплохо, так как там запад, во-первых, хороший был, что мотивировало. Во-вторых, там коллектив и сама атмосфера была хорошая. Но дело даже не в этом, но я всегда, то есть, и мои друзья, и мои коллеги об этом часто говорили. Когда я даже с других мест уходила, я не знала, куда идти, и мне говорили, возвращайся в свой ВЦК. Я говорю, почему? Потому что, я говорю, тебя там ждут твои клиенты, и ты просто там чувствуешь себя хорошо. И это была правда. И правда то, что я вечером сильно устаю от клиентов. Ну это же, как бы, я же не железная. Но мне большое удовольствие доставляло помогать им. Я просто, когда решается какой-то вопрос клиента, это уже все. Это как актер на сцене. Он получает какие-то аплодисменты и чувствует, что клиент доволен никого, ну то есть зритель. Он уходит. Получается вам приятно от того, что людям делается хорошо. Да. Вы обмолвились о какой-то книге. Это что такое? Да. То есть, вы, кстати, сейчас договоритесь, вас в центр кредита уволят потом. Скажут, как она там на работе сидит, книгу пишет. Пишу. Молодец, хоть одна честно созналась. Нет, я писала вообще не в центр кредите. Пишу, а что делать? Я писала это, когда я работала в Евразийском банке. Молодец. Вот видите, в Евразийском книгу писала. Да, но я писала не в рабочее время. То есть, у меня какая-то идея появлялась. Я прям строчила. А что? О чем книга? Вообще, я не собиралась ничего писать. Я пишу где-то что-то для себя. Потому что ругаться я не умею. И бывает, что нужно где-то кому-то высказаться. Это опять-таки не совсем хорошо и правильно. Потому что я могу где-то ошибаться и тому подобное. Из-за этого я всегда пишу. У меня много, куча ежедневников, где я пишу свои мысли. Бывает, что я сама с собой спорю. Или бывает, как я об этом в фейсбуке писала. Я смотрю интервью звезд. Потому что ищу где-то по их ответе, ответы на свои вопросы. И вот, и вот. И когда я совсем была юная, маленькая, то ли в десятом, то ли в одиннадцатом классе, моя бабушка, которая меня вырастила, сейчас ее, к сожалению, нет. И она мне говорила, пропиши про нашу семью, вообще про биографию. Потому что она была не совсем стандартной, как у других людей. Я ей сказала, хорошо. Я начала это все писать в обычной тетради. Но, не знаю, из-за того, что я просто не серьезно отнеслась, я про это забыла, благополучно все закрыла. И довольно я хожу. Но потом, через некоторое время, она меня зовет. Она в Толкогане жила. И она мне говорит, Балам, ты начала и не закончила. Давай, напиши, чтобы это, как бы, какая-то история осталась после меня. Или там, чтобы наши внуки и так далее читали и знали о нашей семье. Я также проигнорировала бабушку. И после того, когда она инсульт получила, то есть очень сложно ей было, я подумала, то есть я испугалась, что я ее потеряю и не исполню ее желание. Это было самым таким, ну, как бы, двигателем было. После чего я начала писать, то есть это было где-то в сентябре, а у нее день рождения было в ноябре. Я очень хотела написать что-нибудь. Может, это будет не мини-книга. Может, это, как бы, в виде, я не знаю, какого-то сочинения. Но что бы сказать, вот, бабушка, а Пашка, я тебе вот написала, и прими это. Прими этот мне маленький подарочек. И вот я с сентября начала, но в то время, что интересно, слава, у меня не было дома, как-то так получилось, что не компьютера. Я могла единственное после работы строчить на компьютер, что-то надо, или попросить у кого-то что-то, ну, как лавку, вот этот аппарат. И в это время хожу, и ко мне звонит один мой знакомый и говорит, вот я продаю технику Adidar, у меня, говорит, есть ноутбук. Но этот ноутбук почему-то он продает по дешевой цене, и говорит, хочешь приобрести. И это как будто все так получилось. Я говорю, конечно. Он мне говорит, за сколько? Я вот свою цену называю. Он говорит, я могу тебе чуть дешевле дать. Даже еще дешевле. Да, еще дешевле, потому что он у меня просто лежит. Без проблем. Я его прошу, он мне это почему-то так сразу же приносит. Хороший ноутбук, новый в упаковке. Я с удовольствием забираю домой и начинаю вот это все писать. Я писала до ночи, 12, до часу. То есть я сидела, и это мне прям доставляло большое удовольствие. Я его писала. Бывало, что после работы или в обеде на перерыве, или бывало, что начальство, простите, бывало, что… Да нет, знаете, вот бабушка это святое. Мне кажется, не грех и на работе что-нибудь написать. Ну это да, если это такое доброе слово. И тем более я там что-нибудь вспомню такое хорошее. Я быстро его набирала, чтобы не забыть, чтобы потом можно было из-за этого сочнить что-то. После, хорошо, я его сделала. С интернета скачала фотографии аула и наши фотографии и детства все-все это скомпонуло. И после этого я не знала, где его распечатать. То есть не знала, как это вообще сделать, какой дизайн сделать и тому подобное. И в это время ко мне звонит мой клиент, который с банка Центркредит, с кем я давно не общалась. У него возник один вопрос. Я его решаю вопрос, его как бы отвечаю, стараюсь помочь. Потом встречен вопрос. Кстати, вы же говорите, уважаю полиграфия. Вы говорю, можете мне помочь распечатать так-то так? Потому что я ездила сама после работы в типографии. Это достаточно дорого, да? Если много экземпляров делать. Они говорят, мы менее 1000 экземпляров не берем. Да, 500 экземпляров. То есть они говорят, идите до свидания, мы такое не делаем. Я стучусь вот так вот в несколько типографий, они меня просто футболят. И после чего я им говорю, вот у клиента, она говорит, да без проблем, за дизайн, там такая-то сумма, ты за дизайн говорит, дай, остальное мы тебе поможем, ну как другу, чтобы у тебя что-то получилось. То есть это как бы какая-то помощь от них была. Я, конечно же, говорю, где вы находитесь, и что интересно, они говорят, на Сифыльно-Махатаево, где я там же работала. Это буквально мне выйти через дорогу. У Дидары, у вас история просто, знаете, какая-то. Ну вот наше интервью, это же тоже, ну так не бывает же. Такое не бывает. Причем мы реально не лукаем. Просто вот мой друг, он знает откуда-то тоже Дидару, и он говорит, сделай. Ну а я, в смысле, я такие вещи, между прочим, я их тоже, как сказать, я их слышу и всегда иду навстречу. Потому что, ну знаете, вот все, что тебе звезды посылают, нужно это принимать так или иначе, понимаете. Вот надо делать интервью, я не думаю, я иду делаю интервью. А что такого? Понимаете? Да. Так, слушайте, ну чем кончилась книжка эта интереса? Я книжку эту выпустила. Да. Правда, это начальник, ну это количество экземпляров было всего десять. Это я должна была, основной целью успеть и раздать своим родственникам, чтобы они прочитали, чтобы бабушка была рада, как бы довольна где-то мной. И вот, я успеваю на ее день рождения отправляя и молча сижу и не знаю. То есть я знаю, что они уже взяли в руке эти книги. Потом я не знаю последствий, то есть это их обрадует или не обрадует. Сижу вечерком и звонит телефон. Я поднимаю оттуда моя бабушка. И она просто говорит. То есть она поздоровалась со мной. На казахском, да, она говорила? А можете на казахском сказать, что она говорила? Она мне говорит. И без остановки она плачет. То есть по ее плаче я поняла, что ее это тронуло и что я это сделала. Реакции были разные. Кто-то звонил и говорил, давай выпустим еще несколько, чтобы раздать другим моим. То есть они все прям звонили и говорили, блин, какая ты молодец и тому подобное. Но я где-то пожалела об этом, когда это не понравилось. Сама вообще книга, не то что книга, может где-то я задела своего папу. И он мне написал ответное письмо. Потому что он сам очень интеллигентный, грамотный человек, который тоже отлично пишет. То есть не тоже, а вообще отлично пишет. И он мне ответный, когда письмо написал, я где-то что-то... То есть я поняла, что я где-то не совсем правильно написала. Туда зарулила. Ну, вы знаете, это... Это реакция такая. Я вам хочу сказать, что мы как дети... Я вот много думал об этом. У меня, потому что, допустим, с моим отцом очень были тоже непростые взаимоотношения. Он всю жизнь, он очень много работал. Он в уголовном розыске работал в советское время. И понятно, что эти люди дома не живут никогда. И я его видел тоже очень мало. И вот мне всегда тоже хотелось, чтобы он побольше был со мной. Но вот сейчас с годами я совсем по-другому уже на эти вещи смотрю. И, наверное, справедливо здесь, что нам оценки, допустим, нашим родителям нужно давать в тот момент, когда мы сами станем родителями. У меня сейчас растет вот старшая дочка, 15 лет. И она мне задает какие-то вопросы. И я невольно провожу аналогии, вот как меня воспитывали мои родители, как я сейчас сам воспитываю, какой я сейчас сам родитель. Понимаете, это вот такая большая вещь. Ну, слушайте, здорово. Вы молодец, что успели эту книгу написать. Я считаю это очень правильно, потому что такие, знаете, вот камни себе на сердце не надо оставлять. Согласна. То есть, а вот вы сейчас оговорились, интересная вещь. Вот вы смотрите интервью со звездами. Я тоже много смотрю интересных интервью. Не, ну, вы знаете, я считаю это вот интервью, это мой один из любимых жанров. Мне очень нравится. Потому что вот на интервью люди вот складывается, когда какой-то вот мостик вот между нами, то сейчас вот рождается какая-то третья, да, там правда, третья сущность. И на интервью так очень часто бывает. Какие вопросы вас интересуют, что вы хотели узнать? Вот, чего там услышать хотите? Какие ответы? Вот, раз вы хотите услышать ответы, значит у вас есть в голове вопросы. Ну, давайте, вот давайте поговорим об этом. Я очень много слушаю интервью со звездами, потому что они все равно состоявшиеся и уже признанные как бы людьми, нами, как бы высокого плана люди. У них тараканов там все равно своих хватает, но тем не менее. Я знаю, Слава, но имейте в виду, что у них все равно жизненного опыта больше. Какие вопросы вспоминаете? Какие вопросы? Во-первых, я смотрю интервью, в основном есть на казахском интервью, который ведет журналист Салтанат. Передача называется «Уят емес». Почему «Ят емес»? А, ну я знаю, как переводится «Уят емес»? Да. Стыд и позор, да? Ну и что? Почему? Потому что там в основном рассказывают все какие-то жизненные истории без, не знаю, не совсем, конечно, без, но они говорят как есть, то есть без всяких, может быть, фальша или там. Да, да, ну правду говорят как есть. Правду говорят как есть, да, и нет. И что? Жутко интересно. Так бывает. В основном, я не знала, что у нас, как бы, не то что в мире, в Казахстане в основном, очень много одиноких женщин, может быть. Ну и что? То есть это, ну… Со множеством разных, не знаю, опыта и тому подобное. И мне очень жутко интересно было послушать их мнение. Что они говорят, как они говорят и вообще, как они справляются с жизненными… Своими ситуациями. Да, да, ситуация. Во-первых, вообще, почему у меня возникла эта идея смотреть и слушать, хотя я увлекаюсь этим давно. Мне было интересно, как люди себя находили в профессии. Да. Потому что бывает, что сидишь и не знаешь, чем бы вообще заняться. То есть, у меня было желание написать книгу, то же самое… С чем у меня так было? Не помню, Слава. Ну, единственное, вот, в последнее время, с книгой. То есть, я захотела, я это дописала. Не важно, как. И так получалось, что, как бы, все помогали мне это создать. А что вы считаете, вот, с книгой понятно. А что вы считаете, что не так у нас в Казахстане, вот, почему у нас так много… Действительно, это же правда. То есть, у нас очень много женщин, которые не замужем, или женщины, которые побывали замужем, а потом одни воспитывают ребенка… Оказывается, Слава очень много. Ну, я прям согласен. Я знаю… Я вам скажу дальше. Есть очень много успешных женщин, которые тоже не замужем. То есть, есть женщины, которые, ну, живут, там, относительно, там, скромно, да, там, или средний у них уровень жизни. А есть очень много успешных и богатых женщин, которые тоже не замужем. То есть, понимаете, можно так смело сказать, что, вот, линейка, вряд ли это зависит, вот, состояние замужем и не замужем, это я сейчас теоретизирую, да, я не понимаю, то есть, от материального благополучия. То есть, скорее всего, там проблема сокрыта, вот, в межличностных отношениях, вот, мужчина и женщина, да, то есть… Согласна. Ну, а вы что можете сказать? Вы как думаете, почему так? Мне кажется, у нас просто, у нас, у молодежи, скажем так, встали другие какие-то ценности. То есть, никто не хочет никого слушать, никто не хочет никому уступать. Те же, мне кажется, проблемы… В основном, почему сейчас говорят, например, у меня очень много подруг, знакомых, к счастью, конечно, с кем я контактирую, с кем я общаюсь, и у них в основном такой вопрос, что с нами не так? Это волнует всех. Ну, у этих девушек, что ли? Волнует всех. Да, наверное, все с ними так. Что значит, с ними не так? Да, вопрос-то возникает. Вот что с вами не так? Ну, да все так. Почему я тоже этим вопросом задаюсь? Из-за этого я и смотрю вот эти всякие передачи со звездами, и у них почему-то вопросы такие же. Кто эти звезды? Что вы сегодня говорите? Звезды-звезды. Вот вы… Певцы. Писатели. Ну, можете прям пофамильно огласить? Вот кто вас… Я последний раз смотрела интервью. Кто вас больше всего волнует? Давайте. Волнует… Мы его сейчас прорекламируем. Не, ну а почему нет? Слушайте, ну… Да, я последний раз смотрела интервью Диля Захмадиевой. Да, классно. Хотя я почему-то ей никогда не интересовалась. То есть мне нравится ее творчество, но как личность я прям ее не искала и не смотрела. В основном бывает, их же интервью очень куча. Ну, вы посмотрите мое интервью я делал с Диля Захмадиевой. Да? Обязательно посмотрю. Она, кстати, очень такой интересный. Да, мне очень понравилась ее смех. То есть я особо внимания не обращала на нее. Ну, знаю, что она певица, что она очень хорошо поет, и все на этом. Не-не, у нее очень такая четко выраженная жизненная позиция, я знаю. Она прям такая сформулированная у нее. Причем она не заморачивается ее высказывать, что тоже, в общем-то, я достойно уважаю. То есть я когда это интервью я смотрела, она была единственным человеком, единственное ее интервью было, где я не хотел, чтобы это интервью вообще заканчивалось. то есть я с удовольствием смотрела, и после того, как я интервью посмотрела, я поняла, что со мной не совсем так все плохо. И так Господь славит. Я не знаю. То есть я нашла множество ответов с ее интервью. То есть мне показалось, что мы все люди, мы все ошибаемся, и это все нормально. Я не знаю. То, что вот возникают вопросы, что делать, да, вот этот извечно, и вообще его адресует извечно русский вопрос, да, кто виноват, что делать, да. Но я считаю, что он такой сейчас общеглобального смысла. Посмотрите, что в мире творится. Вот вы говорите, да, там в Казахстане много там женщин, да, которые… Да, я за рубежом просто часто не бываю, вообще практически не бывает. Да нет, ну телевизор включите, там все понятно. Мы там вот недавно стояли на пороге третьей мировой войны. Это что это? Понимаете? Это ну как минимум какое-то событие. Посмотрите, что происходит. То есть с одной стороны мир какой-то… Сейчас все меняется. Сейчас все действительно сверх на голову становится. То есть я сам… И абсолютно вот я хочу сказать нормально, что люди не могут сориентироваться и выстроить систему координат. Вот с одной стороны есть традиционная наша, да. Но вот я, кстати, держусь за классические ценности, да. Вот вы говорите «уяд», да. Да, я считаю, что совсем вот в либеральную вот эту сторону ну совсем не надо нам уходить, потому что ну мы тогда там растворимся, мы там потеряемся. То есть нам нужно иметь свою целостность, понимаете. Не бывает казахов без аула. Это неправильно, так не может быть-то, понимаете. То есть хотя вроде как мне не положено об этом рассуждать, но я сам люблю вот степь, понимаете. Я сам выезжаю и это все чувствую. Я вот албайский, если по натуре его так брать, я не шалах, понимаете. То есть я вот… Но… Албайский хохол. Вот. Но нужно ли нам эти корни свои терять? Да, конечно, нет. Потому что это годами, это понимаете, там тенгри, да. Ну много-много-много всего. Но в то же время и какие-то другие знания, понимаете, от айфона тоже нельзя отказываться. Сейчас я вот вижу вот некий конфликт. Вот недавно вышли в новостях, писали, что китайскому посольству и сказали, что мы не дадим, чтобы китайцы приезжали, женились на наших казахских девушках. Это сложный вопрос. Очень сложный. С другой стороны, вот вы говорите, что, слушай, китайцам жениться нельзя, да? То есть, а сколько сейчас вот, ну, без мужей живут, им тогда что делать? Слава, здесь вопрос же стоит о том, с какой целью они хотят жениться? Ну, с какой целью? Ну, не знаю. По-моему, все с одной целью жениться. Ну, по любви же или там… Или они граждаться что-ли хотят получить таким запутанным способом? Ну, я так считаю. То есть это… Да. Ну, да. Ну, бог с ними… Ну, бог с ними… Если это такая цель, то, конечно, это не совсем… Нет, бог с ними, с китайцами, ладно, там как-то там с ними… Я думаю, что разберемся. Что вас еще волнует? Давайте, давайте мы о вас сегодня говорим. Потому что сейчас мы уйдем в это международное положение, а ну, знаете, мы с него не вернемся потом. Слав, во-первых, вообще жизнь сама по себе очень короткая штука. Вот так вот. Да. Ну, почему короткая? Очень короткая. Да, бросьте вы. Нет, серьезно, Слава. Нет, я согласен, что она короткая, но с другой стороны, она нифига не короткая, потому что вот я больше нахожусь на той позиции, вот как мне дедушка говорил, вот вы цитируете бабушку, я буду цитировать дедушку, что он мне говорил, что, внучок, жизнь прожить – это не поле перейти. И с каждым годом, который вот я становлюсь вменяемым, да, вхожу уже, ну, во взрослую какую-то, да, ипостась, я реально понимаю, что жизнь, она не очень… не такая уж вот она искротеченная, то есть вот с одной стороны, да, она – фу, и пролетела, с другой стороны, ты попробуй ее проживи, а попробуй ее проживи достойно, и тогда она вообще нифига не быстрая получается. Ну, не знаю. Скажу так, Слава. Давайте. Я всегда, когда на стариков смотрела, скажу так, бабушке, я всегда у нее спрашивала, почему, Апашка, у тебя глаза такие грустные. В основном же у стариков так. Это не из-за того, что они устали, Слав, и не из-за того, что у них как бы наступила старость. А из-за чего, скажите? Да. И один мне хороший такой мудрый Аташка, когда я у него спросила, то есть у меня всегда какие-то вот такие нестандартные вопросы возникали, на что он ответил. потому что есть много, много вещей, которых я просто не успел. И в этом возрасте… Как сожаление наступает. Да. Это то же самое, как анекдот, там, 75 этих лестниц, что ли, было, не помню, наверное, на память, когда уже туда, на 70-й, не знаю, этаж, когда человек поднимается пешком, когда он подумает, понимает, что он оставил ключ от двери там, где-то внизу, ему было намного сложнее спускаться и вот это взять. И он сидит и чуть не плачет. Есть такая, не знаю, то ли анекдот, то ли причины… Мне кажется, знаете, вот что, ну вот в контексте то, что вот говорят наши вот Аташки, Апашки, я вот с удивлением узнал для себя, с удивлением, я вот до сих пор удивляю, и не перестаю этому удивляться. Оказывается, вот мне сейчас 42 года, но вот внутри, как ты себя чувствуешь, мало что отличается, допустим, то есть вот эта душа наша, она не стареет, она, может быть, тебя, ну, конечно, жизнь на нее какой-то нанос делает. Слав, но вы же в 42 можете начать что-либо, человек 70-летний Аташки, правильно? Нет, начать, начать, знаете, это… В 70 лет можно что угодно тоже начать, ничего страшного, захочешь начать – начнешь, то есть, вон вы посмотрите, сколько примеров, вон 60-летние там люди начинают… Просто тут лучше обратиться к Священным Писаниям, что как, время разбрасывать камни, время собирать. То есть, разбрасывать камни нужно в молодости, вот, а в более таком, ну, скажем, рабочем возрасте, да, собирать их, скорее всего, надо вот уже попозже, да, то есть, ну, допустим, интеллектуальная сфера, вот если мы говорим о ученых, вы посмотрите, все ученые до 70-ти лет, они там, они в смысле в маразм-то не впадают ученые. Те люди, которые отданы своему делу, возраст не властен над ними, писатели. Наоборот, если мы говорим о философии, если мы говорим о знании жизни, с годами она только ядренее становится. А есть ли о каких-то ошибах жизненных? Ну, и что? Ну, легче же исправить сейчас, нежели когда ты уже… Ошибка жизненная – это вообще абстрактное явление, вот, с точки зрения религии, к примеру, да, вот вы, кстати, в Бога-то веруете? Конечно. Ну, вот, так понимаете, если истинно ты в Бога веришь, это какая у тебя ошибка случилась? Это так тебе Господь послал, что это за ошибка? Тебе специально дали этот опыт, чтобы ты поняла что-то или понял что-то? Это не ошибка, это как часть твоей жизни. Интересно же, какая это ошибка? Ну, вот. То есть, так случилось, вот, если бы так не случилось, то вот это бы тоже не случилось. Ну, вот, вот, взять, допустим, если бы вот вы книгу не написали, вот эту свою, то ваша бабушка, она, ну, не увидела вот этот вот какой-то вот месседж, да, там, послание от своей внучки, может быть, благодаря этому у нее еще что-то там открылось, да, то есть, если бы ваш папа не взял в руки эту книгу, он бы вам не написал письмо, и вы бы не поняли тогда то, что он имел в виду. Смотрите, как интересно. Ну, так вот же. Поэтому ошибки, ошибки, я не знаю, я очень много в жизни совершал, ну, вот, с точки зрения вот обычных, как бы, там, наших верований, ошибок. Но вот сейчас я на них смотрю, так особо и жалеть-то там не о чем, вроде как. Но это интересный вопрос. Меня, вот, знаете, интересует, многие люди грузятся вот там, а как жить там, а куда мы идем, а какое там должно быть правильное правительство, да, как там, я не знаю, депутаты должны в Астане принимать правильные законы. Ну, это все здорово, это тоже важно. Это очень хорошо. Да, но мы нифига в себе разобраться не можем. Понимаете? Да. Вот разобраться в себе, это тоже очень важно. Да. Да. Согласна. Да. Потому что, Слава, у меня в окружении, ну, как бы, в основном молодежь, да? Ну. Вот у любого спросите. Давайте, расскажите мне о нашей молодежи. Спросите, что они хотят. Я давно уже, ну, депутатом стать, наверное, что там, парламентами жили с РК. И в основном они не знают, чем вообще они занимаются. Не, но кем они хотят стать, скажите? Вот именно, что они… Вы же общаетесь… На данный вопрос они не могут ответить. То есть, это хорошо, когда ты знаешь, чего ты хочешь, Слава. Это совсем уже другой разговор. Ты хотя будешь пытаться что-либо сделать. То же самое… Ну, подожди, а кто виноват, что они не знают? Вот давайте так. То есть, вот вы говорите, что очень много молодежи… Слав, тот же вопрос я могу себе задавать. Я сижу в банке, то есть, это вот, я об этом вообще не жалею. У меня отличный… Ну, понятно, понятно. Вы говорили уже, хватит хвалить уже… Да, да, да. В ЦК, в смысле… Правда такая. После этого интервью вас или повысят, или уволят, да? Нет, это совсем другой разговор. Нет, нет. Знаете, я вам хочу сказать, что вот у меня уже есть опыт, то есть, медийное какое-то, какое-то событие, вот мы его потом посеем в интернет, и будет так, как будет. Да. Ну… Ну, вот. Ну, вот для чего я делаю. Да, да. Ну, вообще, конечно, уволить такую светлую девушку, это додуматься еще надо. Ну, хорошо, давайте. Да. И… Я думаю, рука не поднимется. Я… Я тоже себе задаю вопрос, а что я вообще здесь делаю? На Земле, планете Земля, да, в смысле? Нет, нет, когда я сижу на работе, и у меня возникает вопрос, вообще, это мое ли место? Мне кажется, это нормальный вопрос. Конечно. На самом деле, я хочу там, как бы, как я описал в Фейсбуке, какую-то реализовать свою мечту, но для этого же я же особо ничего не делаю, я пишу какие-то стихи. Да. А какая мечта-то? Давайте ее уже озвучим. Ну, я вообще хочу в будущем написать какие-то, не знаю, то ли поучительные, или какую-то со смыслом книгу, чтобы эта книга кому-то, может, помогла. У нас Абай сейчас латентная здесь в студии сидит. Нет, нет, ну что вы, Слава. Казахи начнет дедак. Нет, ну, слушайте, почему нет? Что вы, нет, нет, что вы заладили, нет, нет. Ваша вселенная тоже слышит, и Господь, понимаете? Когда вы говорите нет-нет, то тогда, значит, и нет-нет. Ну, вы же хотите что-то такое монументальное, серьезное написать, чтобы людей пробрало, чтобы они, чтобы свет дедары осветил. Слава, ну, не такого прям глобального характера. Ну, хотя бы кому-то. Вот, это одно. Второе. Я всегда хотела, вот как вы сидите, брать интервью у кого-то. Ну, берите. Потому что я прям… Я могу вам дать телефон. А, вопрос. Возьмите телефон у оператора и берите в смысл, не так это дорого кажется, как кажется. В прошлом году я ходила на курсы радиоведущей. В Джигалтаеву по ней? Нет, его не было тогда. Ну, другие, да? Ну, не важно, не суть, ладно, не будем сейчас. Я еще у девочек вступала. Да, да, да. Вот. И мне было очень интересно задавать им вопросы. И на те вопросы где-то что-то они не могли ответить. Не то, что не могли ответить. Там такие вопросы были, что все просто лежали, смеялись. Мне это нравится, мне нравится задавать какие-то нестандартные характеры. Ну, то, что меня интересует, я и задавала какие-то вопросы. Они, например, говорили, что якобы, что есть такие группы казахстанские, где они все делают своим трудом и так далее. И начали этим как бы принадлежать другие какие-то казахстанские группы. И был вопрос, а чем вы лучше? А почему вы говорите, как бы, сказав себя, хвалив, как бы, почему вопрос такой возник? Ну, то есть у зрителей возникает вопрос, значит, как бы себя хвалишь, и ты говоришь, вот, я такая классная, а остальные как-то так. Ну, это не знаю. Вот какие-то такие вопросы были, и я получала от этого большое удовольствие. Я понимала, что, ну, не знаю, чтобы мы стали где-то... Ну, вы хотите, подождите, я вам прямой вопрос задам. Вы хотите заняться вот журналистикой и делать интервью с людьми? Я правильно понимаю? Да, шутка хочу. Я сама с собой иногда разговариваю. Не, ну, это, кстати, уже тревожный симптом. Поднесла. Нет, я шучу. Не, ну, я могу же пошутить. То есть я вам хочу сказать, что вам не дает, что вам мешает. Пожалуйста, то есть вот мое, я это говорил 1500 раз, еще раз могу повторить. На сегодняшний день никто еще толком не понял, что нам дали в руки вот с интернетом и социальными сетями. Понимаете, вот раньше алгоритм, чтобы вам попасть там на телеканал, вам нужно было там, я не знаю, ну, оббить там пороги там. Это просто невозможно как. Да и сейчас, наверное, примерно так же. Чтобы вам попасть в кадр, это я не знаю там, чего нужно было там сделать, понимаете. Сейчас вот вам камера, пожалуйста, берите, снимайте. Что вам мешает? Вам, наверное, мешает работа, да. Потому что, а когда вы будете чего снимать, если вы каждый день на работу ходите, вы пришли, наговорились там у себя в банке, да, там с народом по всяким там. Мне кажется, это не основная причина, Слава. А какая основная? Мне кажется, это большое желание. Что, желания не хватает? Лень, может быть. Или внутренняя какая-то боязнь того, что… Ну, мне кажется, просто время тогда не пришло. Потому что вот у меня, я вот точно помню по себе, когда я вот услышал, что мне нужно идти и начинать чего-то снимать, это стало неотвратимо. Я пошел туда, у меня не получилось. Я пошел сюда, у меня не получилось. Я пошел еще куда-то, у меня не получилось. Потом я понял вот эту ситуацию с интернетом, что она мне может помочь. И мы поставили камеру, мы до мной смеялись, говорили, Неруш, ты не выговариваешь букуре, ты косноязычный, ты быдло. То есть, куда ты лезешь там, высокие штили, высокие материи. Но я продолжал, продолжал, продолжал это делать. Почему? Не потому что я там, не знаю, у меня там духа в вагон. Нет. Ну, мне было вот интересно. Понимаете? Интересно до такой степени, что я не мог уже остановиться. Я снял 250 интервью, потом я понял, что надо что-то переждать. Потому что я уже перестал понимать, я вообще зачем это делаю. Там, там много, это так кажется, что там, как бы, вот это движение вверх, движение к творчеству, движение профессиональное, оно фактически бесконечное. То есть, ну, оно реально бесконечное, оно не может остановиться. То есть, там нету предела совершенства. Ну, Слав, вопрос здесь стоит о том, что уверены ли вы были в себе или нет. Да, слушайте, ну, вот это штамп какой-то, ты уверены в себе или не уверены в себе. Хорошо, откуда уверенность в себе берется, скажите мне. Смотрите, Слав, у меня как. Не-не-не, вот на чем она зиждется, вот уверенность в себе, вот с вашей точки зрения. Это что такое вообще? То есть, это не слушать ничего мнения, а двигаться вперед и не сомневаться в себе, скорее всего, так. Ну, это да. Здесь не важен вопрос, ты профессиональный, в чем ли вы или нет. Я согласен, Слав. Это не большое какое-то желание. Книжное клише. Почему, Слав? Это так. Знаете, почему? Это так, но не так. Я считаю, что уверенность в себе, она берется откуда-то изнутри. Когда ты смотришь вот людям в глаза и люди понимают, что они тебя слышат. То есть, это слишком просто вы объясняете. Никого не слушать, идти вперед к своей цели, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это вот куча вот этих вот парней с бубенцами, знаете, я их называю, которые тренинги организовывают. Но мы видим человека и мы понимаем, что у него есть правда. Это вот как, это не так просто, как вот он, знаете, никого не слушает. Может, он всех слушает, наоборот, и у него от этого правда. Может, он ко всем прислушивается. Может быть, он душу там хочет положить за людей своя. Может, у него от этого правда. А почему я тогда засомневалась, когда, например, я выставила свою книгу. Да. Просто хотела поделиться, что это для меня очень важная книга была. Моя первая и, может быть, с кучей ошибками, но неважно. Это была моя книга. Понятно, да. В чем сомневаюсь? Мой лист был стишок, ой, не стишок, а стих, который я сразу же сочинила и как бы напечатала. Да. Этот стих прочитал со стороны один молодой человек, который... Обсмеял под ним. ...защищался, то есть защищал свою дипломную или какую-то диссертацию. И он мне пишет, то есть просит разрешения, чтобы прочесть данный стих. Как бы, чтобы, ну, как бы, флагиатства не было, ну, у меня разрешение просит. Ну, понятно, понятно. Я была очень счастлива, то есть, что кто-то совсем, который не знает меня практически, как бы берет мой стих, когда очень много, кучу хороших, со смыслом поэм, стихов, да? Ну, очень много, а я вам скажу, что сейчас стихи, они вообще куда-то канули практически в вечность. То есть вы много вокруг себя видите людей, которые читают стихи. Это сейчас люди идут, молодой человек читает весь вечер девушке стихи, чтобы получить ее благосклонность. Он ее в кино ведет попкорн жрать. Понимаете? Нет, дай бог, чтобы они читали. Я не знаю, я давно из этого возраста вышел. Ну, вот вы же видите, там с молодежью... Ну, нет, ну это хорошо, это любому автору приятно, когда его цитируют, конечно. Слава. А после чего я начала, конечно же, это было такой хорошей мотивацией, я дальше начала писать. И мне прям мои знакомые, которые читали, они заказывали, они говорили, вот я хочу маме что-нибудь такое хорошее написать. Да. А где вы писали? В фейсбуке? Ну, классно. И они, как бы, как мини-заказ они мне делали, я это делала с удовольствием. То есть это была не простая задача, но я это выполняла. А после чего недавно прочитал все это мой, не скажу, хороший друг, но тот человек, который меня очень хорошо знает, он вот это все берет, читает, читает, в итоге говорит себя далеко не совсем хороший, как бы писатель. То есть это тебе так кажется, что ты стараешься вот это все напечатать, как бы... Я понимаю, о чем вы говорите. Не, он сказал, что буквально, ну там, если это перевести на такой сухой язык, что дедарушка, ты, конечно, молодец, стараешься, но не дотягивают твои тексты там, я не знаю, там до Чехова. Ну и что он там нового сказал? Вы понимаете, там в любой писанине ключевое слово стараешься. Почему? Потому что вот вы сейчас написали текст, он слабенький. Ну, к примеру, я не читал. То есть, вот вы, может быть, сейчас на интервью, вот на этом, вы не говорите там, как мега там блестящий какой-то спикер, да, то есть, хотя, а как на них разговаривать? Я не понимаю. Как правильно? Вы говорите свою правду, вот какая сегодня у вас на сегодняшнее время ты есть. Ну да. Чего есть, того и говорите. А как нужно там рассказать, чтобы понимать у всех, какого-то божественного. Где эта серемяжная правда-то? Она у всех разная. Может быть, вот этот ваш человек, который вас очень хорошо знает, он, конечно, там, имеет перед глазами более, там, ну, серьезные тексты, он говорит, ну, Дедарушка, ну, пока слабенький. Главный факт в том, что мне говорили кучу людей, пиши, у тебя это получится, вот тебе, они мне даже отправляли статьи какие-то. Ну, а тут целый один сказал, что, типа, не очень. Ну, и что? Ну, тот факт, что он меня очень хорошо знает и понимает мои какие-то возможности, и при этом он меня останавливает, и после чего у меня возникает вопрос, и я начинаю сомневаться, это же очень плохо. Не знаю, это не факт, что это очень плохо, это нормально, то есть у тебя, у каждого автора есть сомнения, правильно ты пишешь, вот ты что-то написал, и, а насколько ты прав? Вот у нас мы в фейсбуке видим, вот, я не знаю, много фейсбук читаете? Читаю. Люди умудряются от лица целой нации что-то там вещать, люди умудряются, наоборот, давать оценку целой нации, люди умудряются давать оценку целым государством. Это не просто там Дидаре сказать, Дидара, ты целый народ пытаются, понимаете, обобщить и дать ему оценку целой стране, блин, нифига себе. Это вот, а они, откуда они берут столько правды в себе, что давать целую оценку? Ну, с другой стороны, если ничего, никаких, ну, никак это не обсуждать, в общем, это такая, знаете, это большая. Мы с вами на минуточку уже часик-то проговорили, золотая вы моя, вот вы сейчас тут находитесь, вот почувствовали, что час прошел? Вот так всегда бывает, это значит хорошо, это значит интересный разговор. Я, знаете, что вам хочу пожелать, вот у нас в начале 2017 года вот случайное интервью в «Ангерс Кафе». Я была очень удивлена. Да, ну и вот мне тоже приятно, что я немножко в этом чуде поучаствовал, понимаете. Я очень благодарна тому человеку. Вы стучите и вам откроют, вот вы просите и вам дано будет, понимаете. Вот это из Писания. Стучите и откроют вам, просите и дано вам будет. Ибо если твой сын придет и попросит что-то у тебя, разве ты дашь ему камень и змею? Ты ему всегда дашь что-то это. Смотря что он у меня попросит. Нет. Почему? Если хорошо будете просить вам, я имею в виду верхние сейчас силы. Я поняла. Я всегда за то, чтобы просить нужно во благо, не знаю, хороших дел. Или там если что-то такое хорошее нужно сделать, то всегда это все помогает. То есть вселенная, не знаю, везде почему-то так получается, что откуда-то берутся какие-то люди. Да у вас вон, у вас все время то книгу напечатают, то это, а вот это интервью что. Ну видите что, Бог любит нас. Аллилуйя. Аминь.